Алексей Митриевич, скажите, один из приоритетов является безопасность перевозки пассажиров. И то, что мы видим, в каком состоянии ездят автобусы, маршрутки, безопасность. Можете как-то сказать, какая сейчас работа ведется? И мы знаем, что Следственный комитет достаточно плотно занимается этим вопросом. Можете как-то рассказать? Да, конечно. Как Вы упомянули, одним из приоритетных направлений в сфере деятельности правоохранительных органов, в том числе Следственного комитета на 2016 год, является обеспечение транспортной безопасности на территории Российской Федерации, в том числе пассажироперевозов. В настоящий момент активная работа в этом направлении ведется территориальным органом ГИБДД совместно с органами Следственного комитета в плане выявления и дачи соответственной юридической оценки нарушения в сфере перевозок пассажиров на территории Кемкисепского района. Мы знаем, что было выявлено транспортное средство, которое вообще никак не относилось по техническому состоянию, не могло перевозить пассажиров. И вот было выявлено, и Вы ведете такое дело данное? Да, разумеется, 20 января этого года сотрудникам ГИБДД в ходе планового рейда по проверке безопасности дорожного движения была остановлена эта машина в виде маршрутного такси, принадлежащая фирме «Альтернатива», которая осуществляла пассажирские перевозки по маршруту города Кемкисеп, поселок Усть-Луга. По факту выявления нарушений в части перевозок осуществляемых этой машины, Следственная группа по новым руководствам совершила выезд по факту выявления сотрудника ГИБДД данных нарушений в ходе осмотра места происшествия с участием специалиста было установлено, что на машине стоят стертые колеса с отрывом корда, неработоспособные замки дверей, неработоспособны также фары и иные осветительные приборы. Данные нарушения были зафиксированы. В ходе проверки было установлено, что ранее маршрутное такси 14 января этого года уже задерживалось. Сотрудник ГИБДД с выявлением аналогичных нарушений было выдано руководству фирмы предписание на запрет эксплуатации данной машины. Однако механик-водитель этой организации не принял должных мер к устранению выявленных нарушений и самовольно продолжил осуществлять услуги. Согласно действующему уголовному законодательству, за указанное нарушение предусмотренного наказания, указанное в ст. 238 Уголовного подбора Российской Федерации, это производство оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. В настоящий момент, по данному факту, следственным отделом по городу Кингисе, по следственному управлению по Ленинградской области, в Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело. По указанной статье проводятся следственные мероприятия, направленные на восстановление всех обстоятельств совершенного преступления. Также будет дана оценка действиям ОАО РЖД, заключившим договор с фирмой, которая поставляет транспортные услуги с явным нарушением требований безопасности, которая представляет угрозу для массажеров. Можете сказать, что грозит таким нарушителям по закону минимально-максимально? На настоящий момент законодателем установлены санкции по указанной статье в виде лишения свободы на срок до трех лет, а также альтернативные штрафные санкции. Можете сказать, какие-то проверки проводятся в данный момент на маршрутах, которые постоянно Санкт-Петербург, Кингисепп, или, может быть, планируются вот эти проверки? Как вообще работа? Да, указанное мероприятие является, как я уже говорил, одним из приоритетов направлений. Сотрудники ЕБДД в своей деятельности регулярно обращают внимание на соблюдение техники безопасности при перевозке пассажиров, в том числе по международным маршрутам на территории Кингисеппского района. В случае выявления нарушения, они в режиме реального времени сообщают эту информацию в следственном отделе по городу Кингисепп. Нами осуществляются выезды с целью фиксации нарушений. По всем выявлениям фактов, нами проводится проверка и дается юридическая оценка действуемым лицам, которые допускают указанные нарушения. Ну вот многие люди едут, допустим, на этих маршрутках. Если они сами выявляют такие нарушения и видят, допустим, там ремни безопасности не пристегнуты или еще какие-то нарушения, они могут вообще обращаться в Следственный комитет и давать такую информацию вам? Да, безусловно, это будет только положительный эффект оказывать на улучшение качества и безопасности перевозок. Поэтому, обращаясь к гражданам, могу попросить обращаться по всем указанным фактам, указывать машину, на которой они ездят, чтобы данная машина была проверена, установлен факт нарушения. И опять же дана юридическая оценка действуем лиц, которые их нарушают, их допускают.